День добрый, это прямая линия. Здравствуйте. Да, 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 прямая телефонная линия, замминистра обороны по вооружению. Симоненко Сергей Дмитриевич, правильно? Нет, нет, вы звоните лицу, который осуществляет регистрацию граждан, обручившись на прямую телефонную линию Министерства обороны. Регистрируйте, Андрей Паук. Да, сейчас, секунду, подождите. Теперь подскажите, пожалуйста, вот названный адрес, это ваше место жительства? Да. Или место регистрации? Арпийска там. Нет, это место регистрации. Ну, жительство. Оно совпадает фактически ваше место в жительстве? Совпадает. Совпадает. Да, вы поясните, по какому вопросу вы хотите обратиться к министру обороны по вооружению? По поводу танков в Гродно. Каких танков в Гродно? Ну, ездили там танки в Гродно ночью. Танки в Гродно ночью ездили? Да. А вы не знаете? Нет. Вот я хотел спросить, почему Министерство обороны не знает, как военная техника двигается в Беларуси в том числе? Еще раз, формуруйте, пожалуйста, корректно свой вопрос. В Гродно около месяца назад или три недели назад были замечены танки, которые двигались по улицам города Гродно. Вот я хочу спросить, с чем связано подобное перемещение техники военной? Чтобы мы говорили об одном и том же, я повторяю вопрос, вы скажете правильно, сформуруйте. Около трех недель назад в городе Гродно осуществлялось перемещение военной техники в виде танков. Да. Своим ходом по улицам города Гродно, так? Да. Вы хотите узнать, в рамках чего осуществлялось это перемещение техники? Сейчас, секунду, мы передадим трубку руководителю. Здравствуйте. День добрый. Сергей Дмитриевич Симоненко. По вашему вопросу, который вы задали, по перемещению гусеничной техники по улицам Гродно, я так правильно понял? Да, да. Данное мероприятие осуществлялось в рамке плановой проверки боевой готовности вооруженных сил, осуществляемых по плану. По плану? К какому? По плану к Министерству обороны Республики Беларусь. Так скажите, есть опасения, что нам кто-то угрожает с западной стороны? Никаких опасений, что нам кто-то угрожает, нет. Мы постоянно должны совершенствовать, тренировать свои вооруженные силы и, как говорится, держать порох сухим, быть в готовности отвечать на всякие угрозы, которые нам могут поступить. Одно от любого, как любой стороны. То есть, ну, как спортсмен тренирует свое тело, так вооруженные силы должны постоянно тренировать свои подразделения, воинские части. То есть, никакого лязганья на границе с НАТО у нас нету? Не наблюдается? Лязганья гусениц боевой техники натовской? Это уже какой-то вопрос не в области Министерства обороны. Наблюдается там лязгань или не наблюдается? Я отвечаю на вопрос ваш по поводу движения гусеничной техники по городу Гродно. Еще раз повторяю, данное движение осуществлялось в рамках проводимой плановой проверки. Сергей Дмитриевич, извините, просто я не сам это придумал. Я услышал, как Александр Лукашенко про это говорил. Хотел проверить, придумал он или не придумал. Теперь я знаю, что он придумал, конечно. Выдумал это или как? Данный вопрос находится вне рамка компетенции Министерства обороны. Кто лязгает, где лязгает. Мы проверяем свои вооруженные силы. Мы обязаны их держать в тонусе, чтобы люди умели стрелять, использовать технику, умели водить. Поддерживали боевую готовность. То, для чего мы предназначены. Вот, замечательно. Кстати, поддерживаю вас в этом вопросе, в этой инициативе. Год назад примерно тот же Александр Лукашенко сказал, что раздаст жителям, гражданам Республики Беларусь оружие. Собираетесь ли вы раздавать в случае военного конфликта какого-то оружие населению? Алло. Да, да. Населению оружие, говорил Александр Лукашенко, раздаст, если будет угроза. Данный вопрос находится вне рамка моей компетенции. Поэтому, если вы конкретно конкретизируете свой вопрос, кому конкретно? Есть военнообязанные, которые приходят в рамках повышения мощи вооруженных сил, которые мы обязаны вооружить. Это плановые мероприятия. А всему населению страны нет смысла старику-ребенку выдавать какое-то оружие. Но мы способны обеспечить наше население в случае необходимости необходимым оружием. Значит, и тут Александр Лукашенко что-то придумал. Я не собираюсь комментировать действия главы государства. Это мысли слуха у меня, извините, пожалуйста. Извините. Скажите последний вопрос. Вот и все. В конфликте Россия-Украина. Какую позицию занимает Министерство обороны Республики Беларусь? За кого она? За Россию или за Украину? Честно говоря, вопрос ваш считает даже оскорбительным. Ваши выражения, ваши вопросы. Поэтому я вынужден прекратить с вами прямую линию. Не прекращайте, пожалуйста. Но вы себя ведете как бы неадекватно и задаете вопросы провокационные. Я считаю их оскорбительные. Не оскорбляйтесь, пожалуйста. Извините. Извините меня. Но все-таки, что огорчил министра, короче, я Сергея Дмитриевича. Огорчил. Значит, тогда, Симоненко Сергей Дмитриевич, мы будем следить за развитием событий в конфликте России-Украина. И время покажет, на какой стороне будут российские, белорусские войска в данном конфликте.